Коронавирус разрушает оболочки сосудов сердца. Такой вывод врачи сделали в ходе течения пандемии COVID-19. Гипоксия, нарушение водно-солевого обмена и системное воспаление у 70% пациентов вызывают нарушения в работе сердца. Часто встречаются разные нарушения ритма от безобидных экстрасистов до мерцательной аритмии, тяжелых, жизнеопасных, потенциально опасных желудочковых нарушений ритма. Встречаем перикардиты, воспаление сердечной оболочки, миокардиты, воспаление сердечной мышцы. Достаточно нередко встречаются артериальные и венозные тромбозы. А это может привести к мозговому инсульту, инфаркту, тромбоэмболии. Причем осложнения встречаются даже у тех пациентов, которые до этого никогда не страдали какими-либо проблемами с сердцем. И несмотря на то, что с 2019 года Видновская районная клиническая больница работает как ковидный стационар, профильность кардиологического отделения сохранилась. В хирургии лежат больные с ковидом и хирургической патологией преимущественно, травматологии, седьмая инфекция, ковид, травма, кардиологии, больные с патологией сердечно-сосудистой системы и коронавирусной инфекцией. Поэтому свою основную работу мы, конечно, не забыли. Каждодневно я тоже с ней сталкиваемся и делаем ее. Здесь трудятся специалисты высокого класса. И это доказал врач-кардиолог Игорь Голос, который работает в РКБ более 20 лет. В этом году он принял участие в подмосковном конкурсе «Лучший врач Московской области» и взял первое место в сфере кардиологии. Для меня это оценка качества и эффективности работы всего нашего кардиологического отделения ВИДНОСКО районной больницы. У нас дружный, профессиональный, интернациональный коллектив. И спасибо заведующему и руководству больницы, что именно меня выдвинули на участие в этом конкурсе. И конкурсной комиссии Министерства здравоохранения области, что высоко оценили нашу работу. Игорь Голос напоминает, предотвратить печальные последствия перенесенного заболевания коронавируса можно, если вовремя сделать прививку, которая, по его мнению, не является противопоказанием в случае имеющихся проблем с сердцем, а совсем наоборот. Юлия Пагасьян, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого.